всем привет решил провести небольшую ревизию своей солнечной электростанции посмотреть нет у меня блуждающих токов значит имеем два аккумулятора 125 имеем амперметр и значит замеряем нагрузка отключена и зарядка не идет все по нулям смотрим между аккумуляторами а вот здесь имеется какая-то значит перекачка тока то есть один аккумулятор понемножку потребляет другой попробую сделать сейчас это повторно на случай ошибки значит на входе по нулям между аккумуляторами имеем те же самые 0 4 ампера отсюда вывод что один аккумулятор потихоньку высасывает 2 надо с этим разобраться значит подключаю нагрузку нагрузкой будет стандартная моя лампа 75 ватт значит я ее включаю смотрим на ваттметр показывает но около 80 ватт то есть нагрузка подключена сейчас зайдем с задней стороны и посмотрим что происходит в этот момент на аккумуляторах значит нагрузка подключена включен амперметр обнулили показываю что зарядка не идет зарядка по нулям чтоб не мешало вот теперь показываю что значит инвертор потребляет ток и вот какой потребляет потребляет он 7.1 ампер а то бишь на инверторе сейчас висит лампочка 75 ну грубо говоря 80 ватт еще раз проверю уточняю 7.1 ампера общее потребление с двух аккумуляторов теперь ставлю клещи между аккумуляторами и вижу здесь неприятную циклу 2 и 4 ампера отсюда вывод что какой-то из аккумуляторов нагружается намного меньше чем второй сейчас делаем еще раз повторно замер я думаю что мы получим те же данные значит общее у нас на входе получается 7.1 ампера и значит между аккумуляторами ток 2 и 3 даже еще хуже стало то есть один аккумулятор явно левый не загружена а второй нагружен полностью что не есть хорошо сейчас идет зарядка от солнца цепляясь за кабель идет зарядка 11 с половиной ампер между аккумуляторами грубо говоря половина так что все нормально 5 и 5 11 3 то есть зарядка распределяется равнозначно посмотрим на контроллер ну собственно контроллере есть зарядка 11 3 1 4 11 5 ампер колеблется то есть что получается заряд на аккумулятор распределяется равнозначно а вот потребление инвертором в данном случае или просто нагрузкой идет неравнозначно один аккумулятор нагружается больше чем 2 переключил в режим вольтметра смотрим напряжение 1276 левый аккумулятор 12 1275 теперь смотрим правый аккумулятор все отключено полностью контроллер то есть нагрузок никаких нет смотрим что сейчас покажет 12 82 сейчас я нормально цеплю 1284 ну по вольтажу вроде бы разница не глобальная 1283 будем фиксировать но разбежка есть что тоже как бы не есть хороший показатель значит клемму на левом скинул сейчас работает только правый опять же та же самая нагрузка в 75 ватт собственно что и требовалось доказать 7 ампер сейчас я подключу второй аккумулятор и положу получу сто процентов те же самые 7 ампер но при параллельной работе явно идет неравномерное распределение токов значит теперь работает этот здесь клемма скинута значит этот отдыхает подключим тоже самую нагрузку обнуляем по нулям получаем те же 7 7.1 ампера сюда вывод что по отдельности они нагрузку нормально принимают при работе в паре нагружаются неравнозначно значит решено произвести полную ревизию стала эти свои мега аккумуляторы точнее пока один по очереди буду полная ревизия заключается в чем прервали минут проверка глубинные уровня жидкости да вот видно здесь должна быть одинаковая ну и соответственно на емкость ориометром мере замер делаем аккумулятор мне конечно подгулявшие я бы сказал даже мертвые красная посерединке но не как бы работают еще этот я вообще поднимал с нуля он был мертвый абсолютно мертвый так что неплохо мы продолжаем ревизию ну естественно зеленая летом это отлично белая хорошо вот сейчас белая красная плохо реометр я думаю знаете что такое проводим такой вот замерчик тут вообще на зеленый отлично анализ второго аккумулятора с парой показалось что жидкость везде равномерно она есть значит никакого укипания за три месяца нет емкость еще не замерял сейчас попробуем посмотреть плотность тоже подгулявший что-то же говорить сейчас еще раз глянем ну вот он ну не мертвый не убитый но в красном сколько я помню здесь одна банка пригулявший возможно я на нее просто и нарвался хотя не факт в общем работаем с чем получается выбора сильно нет тоже мы не примерно видимо одинаково будет красной зоне посоветую одного из подписчиков раз уж залез сделал ревизию поменял расположение значит зарядников и подключение нагрузки значит у меня раньше был тупо все подключен на один аккумулятор и зарядка и расход а второй был параллельно теперь по-другому теперь плюс заходит и зарядка и потребитель плюс на одном аккумуляторе а выходит зарядка и потребитель на другом аккумуляторе но тут просто за параллельно то есть ну посчитается так правильно хотя я сомневаюсь что это что-то даст посмотрим значит делаем теперь замеры включен потребитель опять же лампочка 75 ватт что около семи ампер составляет на инверторе потребления делаем замер замер потребителя вешаем сюда те же самые 7 ампер так общее естественно не поменялось и не должно было меня сейчас посмотрим распределение между двумя аккумуляторами собственно ничего хорошего в итоге все то же самое даже еще может больше разницы сейчас сделаю дублирующего раз обнуляю оба 69 там всем когда как показывает между между даже честно говоря стало еще хуже ну ладно будем считать что еще надо произвести более-менее зарядку чтобы это все распределилась но честно говоря пока эффекта не вижу значит сейчас все обесточено не идет зарядка нету нагрузки есть токовая клещи посмотрим после изменения расположения системы параллели за параллеливание аккумуляторов что поменялось если померяем нагрузка кто возникает между аккумуляторов смотрите пол ампера 0 4 явно идет от одного аккумулятора к другому правда меньше чем в прошлый раз 5 обновляем то есть 0 3 0 4 ампера значит короче единственный способ чтобы аккумуляторы работали равнозначно на нагрузке имеет два одинаковых аккумулятора больше ничего не спасет система с диодами там кто-то предлагал я думаю очень дорого и нереально поэтому только два аккумулятора с одной партии одной мощности это все равно со временем они разбалансируются как-то так решил увеличить намного нагрузка чтобы посмотреть разбалансировку чайник подключаю через ограничитель кстати у меня уже модернизированный 90 микрофурат это вообще идеальный конденсатор но кто смотрел предыдущие видео понимает по что значит ограничитель подключен в инвертор спускаю инвертор пошел запуск ну и включаю пошла такая будь здоров нагрузочка сколько сильно видно ли 700 ватт при этом будут довольно крутые токи сейчас посмотрим что будет сзади на аккумуляторе какая разбалансировка значит сейчас подключена очень мощная нагрузка для инвертор порядка 700 ватт значит беру амперметр делаем замер общего тока 62 ампера так теперь между аккумуляторами 0 22.3 то есть один работает намного больше чем 2 на лицо разбалансировка так что вот так вот